Найти можно, а попасть в какую-нибудь известную компанию трудно было бы. Да, я просто зарабатываю эти деньги в основном дизайне, то есть я выставочный дизайнер, я делаю дизайн-выставочный стенд. Где-то в 2010 году я работаю дизайнером выставочного стендом в 2006 году, когда я закончил универ. И в 2010 году, проработав 4 года во всем деле, я понял, что меня это не очень устраивает, потому что стенды у меня получаются не то что плохие, но средние. Я не очень хороший дизайнер, то есть я нормальный дизайнер. И, соответственно, я зарабатываю какие-то нормальные деньги. Но мне хотелось как-то самореализоваться, я начал заниматься цифровым искусством и цифровой живописи. Ну да, на самом деле, из цифрового искусства уже куча разных разветвлений, но одно из них, наверное, его это ответвление можно назвать цифровой живописи. Но это не обязательно именно живописи, это может быть графика, калаш. Короче говоря, идея в том, что человек садится за такую электронную доску, берет стилус и начинает что-то рисовать. В идеале это не электронная доска, а это такой дисплей огромный, который перед тобой стоит, и ты на нем рисуешь, как на обычном плашете бумажном. Ну да. А ты используешь фотографию? Я да. Я вообще себя воспринимаю, как человек, который сидит за рычагами экскаватора, ему, например, нужно построить дом. Я использую фотки для того, чтобы понять, как устроено то, что я рисую. Потому что, чтобы нарисовать, я не знаю, закат, нужно понять, как распределяется закат и последовательность цветов. Ну, на самом деле, я же еще когда учился, я как-то из себя решил, что я буду художником. Я там начал активно готовиться в Суриковку, мне было 20 лет. Ну, естественно, потом, когда я закончил вуз и пошел работать, я про это все дело забыл и начал заниматься этим дизайном. Но в 2010 году, я не помню, наверное, я начал гуглить хороших художников и нагуглил, например, Сиде Миде, есть такой художник. Он известен тем, что он делал концепты для фильма «Чужие». Да, у меня прям штырило, я хотел сделать нечто подобное. И еще чем он труд, он делал некие, ну и делает некие сцены из придуманного им будущего. То есть это некая общая пространство будущего. Это, например, у Стругацких был полдень, 22 век. Вот у него некая утопия будущего. Действие происходит, по-моему, в неопределенных годах. И он просто делает отсюда некие сцены из обычной повседневности, будущего. Он придумывает костюмы, придумывает технику, придумывает архитектуру. И это такой гигантский проект несуществующих вещей. И у него такой же подход. То есть он придумывает какое-то свое пространство и делает отсюда какие-то отдельные куски. А это вид за окном. У меня там дома стоят, и они как очередь. Здесь такая гигантская аллея, район новостроев под Подольском. И там очень-очень много подобных зданий. И вот они в такой очереди будут строились. И они стоят, по сути дела, в поле. Там есть какие-то еще постройки, но они-то очень далеко. Это такой изолированный город. Очень монументально выглядит, особенно на закате. Я вырос в Москве. Такое есть... Ну как у меня, как бы, у нас была квартира в Москве. И дальше в Буково, в Москву. И я как бы и там-то. Ну я на море не был никогда. Вот я первый раз поехал в 2013-м полгода. Вот. Но на самом деле, просто, почему я этим занимаюсь? У меня же есть... Ну как? Ну сейчас есть, и раньше был, ноутбук и вот этот планшет. И я просто, ну... До этого довольно-таки часто рисовал, ну как часто. Много времени тратил на то, чтобы научиться рисовать и в империале, и в CG. И вот мне подсказали идею рисовать с натуры. И я взял ноутбук и с паншетом положил сверху паншет и пошел на улицу. И, ну, ночью. Потому что ночью же экран ноутбука светится. И рисовать ночью традиционным материалом было бы трудно на улице. А тут соберешься с ноутбуком и рисуешь. И реально круто, что у тебя... Ты же рисуешь, по сути дела, светом. То есть дисплей светится, и ты вокруг видишь светящиеся фонари. И ты на темном экране ноутбука делаешь такие же светящиеся точки. И, ну, собственно, когда керч поехал, я просто всю банду на с собой взял и ходил там и рисовал. Вот. А потом приехал обратно и из этих зарисовок сделал более подробные картинки. Потому что, конечно, когда у тебя ноутбук, у тебя там в запасе, там, ну, час работы, пока в тереке не сядет, и довольно-таки тяжело с ним стоять, потому что тяжело. Ну, на самом деле, я так вообще, я просто же... Вообще разные художники делают по-разному, но я, на самом деле, реально сначала делаю 3D-модель. То есть я сначала замоделил в 3D. Это была очень грубая болванка, как бы. Ну, просто чтобы понять, как в пространстве будут располагаться эти веса. Потому что она очень активно протирается не только вверх, но и во все стороны, как бы. И поэтому они перспективно искажаются в моментах. И потом я просто, ну, начал уже ее отрисовывать, смотреть, как это анатолически правильно будет выглядеть. Вот. И вообще, на самом деле, вот эти же реальные современные средства, они дают, конечно, офигительное преимущество для человека, которому, например, нужно построить сложную пространственную композицию из многих фигур, например, или из многих объектов, которые и с активной перспективой. То есть когда есть подробные предметы на переднем плане, есть много подробных предметов на заднем плане. И нужно понять, как они будут друг относительно друга располагаться, и как они будут освещаться сложными источниками света. А это делают два парня из Финляндии. Они делают компьютерную игру с этим роботом. Вот. И они как-то мне написали, кстати говоря, у них мои работы, по-моему, не помню, где, на R-Station, может быть. Ну, и написали, просто просили сделать постер. И на основе скриншотов я придумал вот такой вариант композиции, такой вариант освещения, такой вариант текстуры. Мне просто сказали, что там должна быть машина, на ней должен сидеть робот, и за ним, за роботом, за ним, чтобы были дома. Мне нравится идея чего-то очень большого. То есть, когда есть что-то обычное, но оно большое, например, есть кран подъемный, но он огромный, и тогда он сразу начинает выглядеть, как нечто очень устрашающее, или футуристическое, или вот есть человек, но он большой, и тогда он сразу начинает выглядеть абсолютно инопланетным, странным, устрашающим, не знаю, величественным. Я делаю то, что мне кажется интересным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!